Лето закончилось! Ура! Всем привет! Давно мы с вами так вот не видели, что пьяно против вас сидела. Эта вся неделя влогов меня заела. После нее я отдыхала и сейчас как-то непривычно сидеть напротив камеры разговаривать. Ну ничего, мы привыкли. Сегодня я хочу вам показать, что я любила этим летом. Тут есть всего от всего, все со всем. Так что, надеюсь, вам будет это интересно. И первое, с чего мы начнем, все лето я проносила шорты. Разные шорты. Как оказалось, этим летом я очень любила шорты. Таскала шорты везде, совсем и все время. Девчонки, которые со мной встречались, это видели. Я постоянно была в шортах или в джинсовых шортах. В своих, собственно, ручно сделанных. Или вот таких цветных зеленых. Еще у меня есть белые, еще есть другие джинсовые, которые я купила. В общем, все лето я протаскала шорты, как оказалось, этим летом. И у меня, знаете, есть такие иногда лета, когда я одни платья ношу или одни гюбки ношу. Вот это лето почему-то были одни шорты. И сейчас я тоже в джинсовых шортах. И в этом году почти все свои шорты я покупала в American Eagle. Как-то вот, не знаю, и по размеру, и по тому, как они видели, это по длине. Они были такие замечательные. Так что, да, это не может меня радовать. Следующее, что я любила этим летом. Вот такой вот парфюм. Парфюм. Это не парфюм, это туалетная вода. Я до сих пор не очень соображаю разницу, но да ладно. А, нет, это I do the perfume. Вру, это не туалетная вода, видите? Это от Hyuga Boss. Это, по-моему, называется Fim. Если я не ошибаюсь, поправьте меня, если я ошибаюсь. Как вы это любите делать. В общем, вот такой вот парфюм. Я им все лето пшикалась. Я как-то вам показывала в покупках. Вы можете видеть, сколько здесь осталось. Осталось чуть меньше половины. Я его как раз в сентябре, думаю, закончу. У меня тут 75 мили. И я вам уже рассказывала, что я люблю покупать большие. Потому что я люблю вот так вот пшикаться. Потому что на мне духи плохо держатся. Я люблю много их пшикаться. Для того, чтобы я хоть немножко их на себя чувствовала. Потому что и не окружающие на мне их не чувствуют. И я на себе их не чувствую. Сегодня все абсолютно в рандомальном порядке. Поэтому все подряд показываю. Что лежит тут на кресле, то и показываю. Следующее, что я любила этим летом, это была вот такая вот сушка. От нашей израильской фирмы Life. Я их как-то покупала очень много для того, чтобы послать девчонкам. И как оказалось, их нельзя посылать. Потому что это аэрозоли. Они у меня много остались. Но как оказалось, они безумно быстро заканчиваются. И поэтому я уже доиспользовала, по-моему, 3 из того, что я купила. Покупала всего 6. То есть у меня, по-моему, еще 3 осталось. То есть вот это вот и еще 2. Так что замечательная штука вообще. Все лето, когда красила ногти, я ей пользовалась. Но ногти этим летом я почти не окрасила. И несмотря на это, 3 штуки я закончила. Значит, все-таки красила. И сейчас они у меня такие большие ноготочки. Этим летом я перешла полностью на косметику Michael Todd. Как бы я не могу сказать полностью. Но я купила себе режим косметики Michael Todd. То есть это режим, в котором есть абсолютно все. 2 умывалки, тоник. 2 умывалки, потому что я тогда хотела. 2 умывалки, тоник, серум, крем, маска, пилинг. Короче, все. Вот. Так что полностью перешла. Это органическая косметика с Америки. Пока 96% органик. Веган, кому это важно. Пока я могу вам сказать, что я вообще очень ей довольна. Но это пока. Также все лето я пропользовалась лаками... Лаками. Кремом лаками. Почему лаками? Знаете, я заметила, что видео очень-очень часто ошибаюсь. Так что вы знаете, что я просто-очень часто просто так ошибаюсь. В общем, закончила такой крем от бархатной ручки. Закончила, не закончила. Это не все ванночки. Все лето я пропользовалась такими кремами от Бархатной ручки. Я закончила такой белый. Я сейчас не помню, с чем он. По-моему, с маслом ши. И вот сейчас пользуюсь вот этот вот с Макадамией. Скажу честно вам, по секрету, белый мне понравился по запаху больше. Несмотря на то, что у него более мыльный запах, у него такой более без запаха. Ну и сейчас вот я пользуюсь этим. И еще я один такой же получила от Людочки. Людочка, спасибо. Так что, в общем, с удовольствием пользуюсь этими кремами. Они мне очень нравятся. Немножко о косметике. Не могу сказать определенного чего-то, что мне нравилось этим летом. Такое косметическое. Ну, то есть в плане того, что нет у меня каких-то таких, не знаю, одна помада или один там тональный крем с тональниками. Вообще у меня в этом летом была полная труба. Я вообще все тональники присмотрела. Половину выкинула. Оставила только три. Да, оставила только три. Но об этом как-то попозже. Все-все раздала. Или лежит на раздачу. В общем, да, ничего не оставила, потому что ничего на мне летом не держалось. Я решила, что мне на зиму так много не надо. Они просто будут портиться. В общем, да. Пересмотрела. Я вообще на косметику пересмотрела весь свой взгляд. И да. Я продаю все свои палетки Naked. Представляете? Ну, давайте о другом. В общем, такие вот румяные от Kiko я пропользовала пол лета. А вторую половину лета я пропользовалась вот такими вот от Sleek. Отки... Бог ты мой, ну открывайся ж ты. В общем, вот они. Немножко разные. Этот фиолетовый. Это более такой телесный. Вот эти двое румян, которыми почему-то я подчередно очень пользовалась. Они мне очень нравились. Это номер 112. Это номер 921. В общем, не знаю. Очень классные румяна. Они однозначно в моей такой пятерке. То есть пятерке румян, которые у меня есть. Не знаю. Они бюджетные и они классные. Вот реально классные. В чем я ходила все это лето? Это были вот сандалии. Такие вот сандалии Avarka. Да, как они там называются правильно? Avarka. У меня конкретно фирмы Pons. Эти конкретно я сама сделала. То бишь, я нарисовала этот леопард. Они были просто вот такого вот непонятного цвета. Я не знаю, зачем я их купила такого непонятного цвета. И поэтому я их решила немножко сделать покрасивее. Сделала вот такого вот леопардового цвета. У меня еще есть три пары. Я все свои пары вам показывала в видео о своих сандалиях. Если вы еще не смотрели, ссылка есть внизу. Обязательно зайдите, посмотрите. В общем, да. Все лето я проходила или в этих, или в розовых, или в красных, или в фиолетовых. И опять же, девчонки, кто меня видел и со мной встречался, все время меня видели почти в этих сандалиях. Да, все время вы меня видели в этих сандалиях, потому что просто все лето я в них ходила. Следующее, что я вам покажу, чем я занималась дома летом, это... Не знаю почему, но этим летом мне захотелось переорганизовать весь свой дом. Не то, что переорганизовать, а именно организацию хранения вещей. Не знаю, там нижнего бенля, сумок, шарфов. В общем, всего-всего-всего-всего. И тут мне пришла на помощь Икея. Поэтому я этим летом очень любила вот такие вот разные коробочки с Икеей. У меня есть их миллион разных. Я вам даже показывала в покупках с Икея. Такие беленькие. В общем, миллион-миллион разных, которые я вам в других видео покажу о организации у себя дома. Я обязательно сделала такое видео. Мне кажется, вам будет интересно. Скажите мне, будет вам интересно или нет. Но в любом случае, за это лето я, наверное, таких коробок, ну не знаю, штук 10, так точно, разных прикупила для того, чтобы разные вещи всевозможные организовать дома. Этим летом я очень любила вот такое вот масло от чайного дерева для своих прыщичков. Оно действительно лечит и заживляет прыщики очень-очень быстро. И вообще, если вы любитель покупать разные там штуки специальные для прыща, я вам советую все закинуть и попробовать вот такое вот чайное дерево. Чайное дерево. Масло чайного дерева. Неважно, какой фирмы. Главное, чтобы оно было натуральное. Теперь я вам покажу вот такой вот стакан от Starbucks. Вы его миллион раз видели все в Инстаграме. Я его купила, когда мы ездили в Прагу. В Праге мы были как раз в начале лета. И это замечательный стакан для разных смусси, смуди, как вы их называете, разных шейков, фруктовых, молочных. Просто шикарная вещь. Если вы где-то в Starbucks в каком-либо городе в Европе, обязательно себе купите. Я думаю, что это один из самых удачных сувениров, которые я себе когда-либо привезла с какого-то города в Европе. В общем, я безумно довольна этим стаканом. В Израиле я такие у нас не видела. А также все лето, как ни странно, я любила пить разные вкусные чаи. Вот я чаю, вот, например, этот фруктовый чай. Этот мне Ларисочка прислала с Белоруссии. Он такой фруктовый, фруктовый ассорти. Да, с лимоном. В общем, не с лимоном, с апельсином. В общем, шикарный чай. Я вот храню его конкретно этот в такой баночке. У меня еще есть несколько других баночек, в которых я храню чай. Этот конкретно в этой баночке. В общем, я все лето, в принципе, пропила вот такие вот разные фруктовые чаи, зеленый чай. У меня сейчас есть новый зеленый чай, зеленый чай с личи. Отличный, вкусный. Все лето также я проносила вот эти вот, ну, все лето. Ну, примерно месяца два, наверное, я проносила вот эти вот кольца. Эти два колечка мне сделали на заказ. Это листик, это сердечко, а это я купила за 20 шекелей. Тоже серебряное колечко в магазине Топ Тен. Вообще, ну, по-моему, на ногу, но вот я его тут ношу. И, в общем, очень классно. Если говорить о серьгах этим летом, то все лето я проносила, не знаю, если вы видите, вот эти сережки. Ну, в принципе, что вы у меня видели в видео, вот эти вот пару. И те, что есть у меня новые, которые на день любви мне подарил мой муж. Такие с сердечком. Все они из одного и того же магазина, который называется Магнолия. Все они из чистого серебра. У меня даже кто-то спрашивал, откуда такие сережки. И все они относительно бюджетные, в районе 20-30 евро. Не дороже. Ну, а сейчас мой телефон мне будет помогать. Я записала несколько вещей других, которые я любила этим летом, потому что у меня сюда заходит, туда выходит. Поэтому нужно записать. Любимый напиток этим летом был, если вы смотрели мои влоги, вы уже, наверное, знаете. Вы можете сами отгадать, что я любила пить, когда мы куда-то едем. Это Ice Cafe Aroma. Маленький дайт. Да-да-да, почему-то я его всегда люблю, всегда его пила, когда мы куда-то ездили. Потом, любимый музыкант за это лето у меня был Эд Ширан. И мы даже вот в последнем влоге, в последний день влога мы купили его диск. И как-то даже, когда мы собираемся за границу очень скоро, и мы даже думали покупать билеты на его концерт. Но после того, как мы прослушали диск, мы как-то разочаровались и решили не идти на его концерт. Вот и такое бывает. Поэтому, не знаю, какие-то у него все песни какие-то... Вот есть там песни, наверное, 4, которые классные, а все остальные такие нудные. Поэтому мы решили, что на концерт его не пойдем. За это лето также мы с Олей открыли новое кафе, которое называется Landware. Оно далеко не новое, но для меня это было открытие. Там просто великолепная еда. И с того момента, как мы с Олей там побывали, я побывала в этом кафе еще, наверное, раз 7. То есть я брала туда своего мужа, я брала подруг своих туда, кого я только туда не таскала. И самый вкусный салат, который я ела за это лето, это был салат с тунцом именно в этом кафе. Я вообще не человек салатов, я салаты не люблю. Можно по мне заметить. Не люблю я салаты. Но этот салат с тунцом, он просто, девчонки, обалденный. И я записала его рецепт. То есть рецепт. Я просто посмотрела, что в нем есть. И я обязательно его сделаю на канале, потому что он действительно стоящий, вкусный. Такой салат, от которого ты не голодный. Потому что я обычно от тех салатов голодная. И от яблок. Я не люблю яблоки, потому что они мне... Потому что от них я голодная. И на сегодня это видео я закончу. Какая была моя самая любимая аппликация? А, между прочим, я думала, какой был мой самый любимый фильм за это лето. Вы знаете, никакого интересного фильма я не смотрела за это лето. Были мои любимые сериалы, но они уже не меняются, наверное, лет 5. Поэтому я не буду повторяться и про них рассказывать. А вот фильм никакой интересный я не смотрела. Такой, чтобы восхищаться им. И книгу никакую я интересную не читала, чтобы ей восхищаться. Поэтому по этому поводу мне нечего вам рассказать. Но хочу рассказать. Моя самая любимая аппликация в телефоне. И вы, наверное, об этом все знаете. Инстаграм. Я обожаю-обожаю Инстаграм. И все свои фотки в Инстаграме я редактирую с помощью двух аппликаций. Одна аппликация это Afterlight. Я буквально там делаю одну вещь. И вторая аппликация, с помощью которой я редактирую свои фотки, это Rona Designs. Я специально взяла посмотреть, уже не помню, как это называется. В общем, да, это две такие аппликации, с помощью которых я делаю разные там фокусы-шмокусы со своими фотками. И Инстаграм, конечно, моя самая любимая аппликация. Ну, вы понимаете. Это были все мои любимчики этого лета. Было так всего много. Ну, хотела вам поделиться такую частичку, чего действительно я любила. Я все, знаете, все тщательно продумала, но вместе с тем, все мне пришлось очень как-то... А, вот это я любила, а, вот это... То есть, очень все быстро у меня сложился этот комплект, что я действительно любила. И чем я действительно пользовалась и носила, и любила очень-очень часто. Все, что я не могла придумать, что я люблю. Например, я не могла придумать, я думала, какую помаду я любила это лето. И не могла придумать, и поэтому вам не показала, какую помаду я люблю, потому что я не знаю. Наверное, много любила, и ни какой-то одной единственной у меня просто нет. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся в следующем видео. Пока!